здравствуйте в эфире про спорт дневник евро 2024 передача чемпионате европы по футболу который проходит в эти дни в германии и стадия плей-офф уже близится к завершению турнира осталось два полуфинальных поединка и финальной встречи как всегда них мы будем говорить у нас студии с моим соведущим это первым горчу подростками даст и первен и наш внешний гость джангир гасан за д технический директор афа здравствуйте добро пожаловать очень рада вас видеть и очень много тем которые хотелось бы обсудить но матч испании франция предстоящий полуфинальный поединок второй полуфинал англии нидерланды ну конечно заострим особое внимание на матче испания-франция предстоящий поединок и здесь перед тем как начать разговоры об этом поединке об этой встрече хочется отметить такой момент это выступление сборной турции и это встреча которая завершилась парней назад матч турции нидерланды поединок прошел в упорной борьбе к сожалению волевая победа нидерландов турецкой сбора немного не хватило в конце хотя были моменты отличиться джангер маним как бы вы все-таки охарактеризовали выступление сборной турции ожидаемо ли было что она идет одно счет и финала ну поначалу если быть предельно объективным то не думала что звонок турция дойдет до этого этапа но по ходу чемпионата было видно что турция набирает набирает и начинает играть качественный футбол против сильных команд в конечном итоге пройдя по мне австрия была сложнее пройти чем нидерланды сложнее да поэтому пройдя австрию я думаю что с нидерландами у них будет более-менее равная игра и в принципе они справились со своей задачей но в конечном итоге к сожалению не хватило чуть-чуть везения сказал бы потому что было много моментов когда турция могла отличиться сравнять счет да и перейти в дополнительное время в дополнительное время я не думал бы что игра была бы на обоюдных атаках и по пенальти могли бы пройти следующий этап а следующий этап это уже полуфинал по сути медали себе как минимум розово обеспечили бы как 2008 до и но к сожалению этого не произошло хотя турция сыграла очень хорошо видно было тренерская работа и футболисты были скажем так мотивированы на высоком уровне но учитывая предыдущие то же событие которые произошли дисквалификация футболиста после игры да и все мы я думаю что болели за сборную турцию чтобы она прошла следующий этап но к сожалению не прошло скажем сказка закончилась и сейчас я думаю что все взоры уже на других полуфиналистов которые будут тебе искать место под солнцем как вы думаете вы все-таки и как скаут всегда работали и интересовались игроками за границей как сейчас вырастет именно трансферная стоимость игроков турецкой сборной будет ли прогресс ну естественно дойдет скажем так одна из 8 сильных команд европы естественно там футболисты играли и играют не самых слабых клубах европы но учитывать то что внутренний рынок турции особенно богат на своих футболистов спрос на них поднимется и даже тот же орда который имеет контракт с реал мадридом я думаю у него будет еще какие-то на него будут виды других команд где он будет играть в основном составе потому что как вы понимаете в реал мадриде играть составим в таком раннем возрасте и на таком месте ответственном месте не так уж и просто хотя арда имеет для этого все необходимые качества но учитываем него возраст и опыт я думаю что реал а может отдать его куда-то за нибудь в аренду в аренду до чтобы он набрался игрового опыта сил чтобы мог помочь в полной мере реал мадриду это это же касается всех остальных футболистов которые молодые и могут уже сказать о себе во все что до сборная турция имеет качество футболистов качественных игроков что показала на чемпионате европы значит вы хотите сказать что в принципе молодые игроки звезды турции оправдали ожидания которые на них возлагали до чемпионата европы ну естественно естественно потому что до этого был скажем такой провал у сборной турции и даже по ходу этого отборочного цикла турции в начале хорошо начала потом они поменяли тренеры потом были еще какие-то вопросы но финальном стадии мы увидели сильную сплоченную команду которую добиваются успеха учитывая что забивает только за защитники сборных центральные но турция закрепила за собой позицию что со стандартно забивает больше они больше всех забили полно и план игры я думаю что тренер итальянец выбирал подходящие непосредственно по турцию но все-таки вы сказали что поединок против нидерландов он не должен был бы таким сложным как австрии так на вы судили об этом по матче австрии нидерланды или что-то другого да я скажу сборная нидерландов не показывает такую яркую игру да есть яркие футболисты в сборной которые могут задать тон в любой команде в том числе и сборной голландии но отношение игры и качества данном аспекте получается что я бы мне так кажется что голландии еще не показывать свой лучший футбол как тактическим так и техническом отношении поэтому я не видел ни одну игру голландии в которых в эти в этом отборочном туре буквально что они были на две-три головы сильнее своих соперников до этого не было что не скажешь допустим про австрию это от имен зависит ну я бы не сказал что имена в данном случае имеют какую-то роль потому что судя по игре голландия как всегда играет играла раньше красиво но безрезультатно сейчас они как-то играть некрасиво но как-то идут как и сборная англия грубо говоря фрэнки даем к могу что-то изменить ну естественно человек качественный и у него футбольный интеллект на высоком уровне поэтому будь он было бы по-другому был турции были бы большие проблемы хотя по ходу встречи было видно что турция имела шанс сравнять счет и были моменты но это футбол в этом и красота футбола что есть человеческий фактор для предсказуемые события происходят ежесекунд ну вот после матча вицентом антелло сказал мы показали все что имелось нашим арсенале провели замечательный турнир есть учитывая только основное время матчей то мы выиграли столько же встреч сколько ниндзерланды мои коллеги другие профессионалы футбольного мира уже поздравили нас конечно обидно проигрывать но пожалуй сейчас лучше думать о том чего мы достигли все-таки пытается что-то положительно он с надеждой смотрит на будущее естественно и положительно оценивает результаты данного чемпионата европы для турции непосредственно и учитывая что в каких-то играх игра команда шла без ведущих игроков из-за удаления там несмотря на это смогли компенсировать место потому что сборной турции все знаем что нет таких очень больших звезд а если есть это как чалхан углы и который не играет заменить его очень сложно да но как видите смог заменить не тренер а футболисты непосредственно потому что тренер делает всего лишь замену а на поле играть футболисты которые должны занять это место и по-моему средний уровень сборной турции уже достаточно высокий если переходить к основной теме 7 дня матча испания франция поединок мюнхене то джан гермали вы все-таки симпатизируетесь сборной испании да насколько я знаю да и вот здесь если смотреть такой с нейтральной стороны что вы сказали о сборной в первую очередь о франции я хотела обсудить потому что очень большая критика на атакующие 10 команды обрушил они до сих пор с нулем головка с игры на два автогола и пенальти но они не пропускают при этом тоже спинались пропасти о чем это говорит это плохая взаимосвязь это то что мбаппе травму получил нос ломали что это все но тут однозначно диагноза поставить очень сложно потому что имея в арсенале таких нападачи как дембеле мбаппе клуманить и имея какие-то подходы к воротам но не забивать и имея 0 голов с игры и есть конечно о чем поговорить и этот вопрос я думаю больше не к нападающим от полу защите по мне но с другой стороны мы видим их сейчас полуфинале команда достаточно крепкая как бы они в атаке не отличались забить им тоже крайне за очень сильно очень крайне сложно им забить у них и вратарь надежный достаточно надежный поэтому оценивав всю игру сборной франции до крепкая европейская команда но болельщики не видят этого куража у футболистов не видят того азарта того той динамики в которой привыкли быстрые контратаки обыгрыша один в один голевые моменты болельщики не видят этого и когда не видят поэтому критикуют команду что как так вроде звездная команда но чего-то не хватает но нету той красочности и более того голов голов нет пик игры футбол это гол и если нет уголов естественно есть вопросы к нападающим полузащите всего ко всему тренерскому штабу если подойти чуть-чуть детальны я думаю что до мбп получил серьезную травму молодец что и продолжает играть имея я я уверен что у него до сих пор боли продолжаю с португалии по мячом попали поля это невозможно чтобы это было безболи но это про человек показывает свои истинные футбольные качества характер характер показывает что хочет помогать своей команде я думаю что может в клубе он бы так и не сыграл бы может быть потому что там количество игр на целый сезон а то можно как-то продадут короткий турнир и надо показать все на что способны и с этой точки зрения я думаю что он еще забьет свои нужные голы главное что в нужном моменте у нас пиарвин симпатизирует сборной германии вот перед тем как хотелось бы вашими узнать об испании хотелось бы и послушать пиарвина что он интересно увидел сборной испании именно в этом поединке которая обыграла то есть команды немецкими до испании очень организованно играла очень организованно оборонялась по мне в этой игре где-то везение может чуть-чуть но они до конца выдержали нервы не знали как говорится на последних минутах и они смогли забить свой победный гол и плюс повлияло травма педре это что вместо него вышел ольман и на угол и забила он и гол забил и ассист тоже он сделал скорее всего ключевой момент в этой игре именно был выходе ольма на поле но тогда ключевой момент оказался тони кросс на неё с травмы до оказал скажем так медвежью в игре хорошо не сыграл но тони кросс единственный я думаю что в своем роде и амплуа сейчас человек который реально хотя и зам и завершил карьеру мне кажется что он у него футбольный интеллект на высочайшем уровне человек чувствует игру держит руку на пульсе знает когда начать когда ускорить когда уменьшить темп ослабить но к сожалению возраст но это себе знать чего не скажешь об сборной испании у которых молодые футболисты и сама молодых футболисты и атакующего плана молодые футболисты которым именно вот эти качества нужны если обороняющим футболистам скажем возраст молодой возрасте это скажем больше недостаток чем достоинство то атакующим футболистам это больше достоинства и в данном случае имея таких крайних нападающих как у испании если у нас очень сложно сложно против них обороняться да если была бы связка здоровая гави педре могу еще более зрелищный футбол визиты больше владения я думаю что в данном случае для фуэнто чуть-чуть комбинирует в тактическом плане он очень мобильно подходит каждой игре отдельно если раньше мы видели испанию как тики-така в основном владение мяча основного тотальное владение мячом 80 процентов владения мячом и мяч не отдает сопернику ни под каким ракурсом даже если команда проигрывает то в на данном чемпионате европы мы видим что да когда хочет команда отдает могу назвать пример сборную сорвать когда спустя долгое время отдали отдали инициативу и знали почему наверное потому что у хорватии тоже была так возрастная средняя линия очень возрастные футболисты были и вот они хотели их к себе чуть-чуть поджать что потом за счет своих острых нападающих скажем ямале чтобы были зоны и врывались туда что в свою очередь показали сделали сделали вот в данном случае этого момента очень мобильный поэтому нельзя судить что именно будут тотальные владения мячом они могут отдать мяч ранее рактор надо вторым номером или же прессинговать очень высокий прессинг сборной испании великолепный прессинг они делают и с продолжением про эти переходы из обороны в атаку тоже очень феноменальный скажем так но играют они против франции поэтому я думаю что французы тоже к этому будут готовы естественно скажем так оборона французов тоже достаточно мобильная мобильная надо вот этого фонда мы не особо знали его до того как он с сборной спальни вы все-таки чувствуете какую-то его руку сильной стороны хорош был бы этот чек в клубном футболе или это тренер сборной потому что мы не до конца еще изучили как человек но я по собственному опыту знаю своими наблюдениями что этот человек не просто пришел в национальную сборную он возглавлял молодежные сборные франции из большинства этими этих футболистов испании испании он вырос на национальной сборной у 19 21 и национальной сборной поэтому он я думаю что смог поставить свой почерк и футболисты его приняли знает что его философии что он хочет как он хочет и я тебе скажу что они как бы по мотам разыгрывают и у дела фуэнта нету недопонимания между футболистами независимо от того даже какой возраст на поле карвахаль скажем так достаточно опытный футболист но даже он выполняет видно на поле что очень дисциплинированно выполняет все установки главного тренера поэтому с этой точки зрения главный тренер сейчас на своем месте и я честно говоря пока не вижу что он в клубном футболе может будет у него тоже успехи будут но в любом случае тренеру нужно время он долгосрочный проект да он долго это него я не думаю что он кризис менеджер что пришел шел пришел победил увидел победил а он именно на долгосрочном перспективе проработал и сейчас эти плоды сейчас мы видим очень а вы как вратарь кого бы из вратарей отметили вы на этом чемпионате на вару вас более удивили на данном чемпионате достаточно много качественных вратарей можно мертв 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 скажем так я бы не назвал бы что он скажем так классный вратарь если быть откровенным он хороший вратарь средний хороший вратарь который сделал достаточно много сейвов помог своей команде минитое сейв да он гарднера да он помог своей команде пройти следующий этап но к сожалению вот последней игре неудачно среагировал на второй мяч который кстати был автоголом на этот мяч мог бы по моему более адекватно среагировать но в целом да тоже неплохой вратарь но если брать топ-10 вратарей вратарей естественно ноера таноруму хотя вот италия вышла на более ранней стадии португайский до ко что почему нет молодости к человеку да тут тут вопрос качестве вратаря судить очень сложно по одним по одному двум играм потому ли по серепинате за трудности конечно серепинате скажем на лотерея там можно угадать может не угадать может мимо пробить но как специалист надо давать оценку игре вратаря во всех аспектах его понимания не только как он делать сейвы как он начинает атаку как он общается за своими защитниками как он играет ногами поэтому данном вопросе конечно но и сколько ему лет не было я думаю человек в топ-10 лучших вратарей мира всегда но в принципе изменил игру вратарей в целом он новое поколение новое веянин который тот вопрос я могу назвать ван дер сара который дурачи ранее него играл в ногами и достаточно удачно но ноер это другой уровень игры ногами это игры если ван дер сар играл как вратарь ногами но и вы играет как защитник он личный защитник своей команды как ли беру да да может начинать атаку менять направление атаки поэтому это другой уровень и все вратарей я думаю что для них вот скажем это стандарт качество пример до игры как ноер он в одной игре пробежал в среднем в семь восемь километров как полевой игрок полевой футболист это реально это очень большие цифры потому что если сравнивать в среднем с даже с нынешними играми 10 километров это средний статистический прорезать вратарь если 8 пробежал это учитывая что его ограничено своей половиной но не в этом чемпионате естественно он это дело на чемпионате мира по-моему если я не ошибаюсь ранее заранее сейчас он более опытный и оказывается в нужное время в нужном месте может что не отличается какими-то необычными сейвами скажем так и голов не забивал да но я думаю что его стабильность в клубе в последнее время до неудачно играл но этого не с раму травм или перелом много вопросов да потому что профессиональному футболисту всегда приходится бороться за свое место в данном случае она и в на этом чемпионате я думаю что один из лучших вратарей за джан гермали если вернуться к теме сборной франции мы говорим об атаке все-таки если мы сейчас видели оливье жиру уровня хотя бы чемпионата мира в катаре то где-то игра была бы другой не на втором тоже ну естественно то оливье жиру другого плана футболист он и больше любит играть с мячом находит моменты а мбп скажем так ему нужно пространство ему нужно большое пространство чтобы он мог разбежаться чтобы один в один обыграть или же ему надо дать этот пас в которую должен забежать а жиру немного другой разноплановый он может сам из ничего сделать себе момент вырвать зуба числе форвардно сказать очень-очень качественно честно говоря я думаю что если уже был бы на этом чемпионате европы того уровня естественно да мы бы увидели другую атаку в исполнении сборной франции однозначно ну вот главный тренер я сам отметил мы дошли до полуфинала то достижение пускай даже многие ожидали что мы точно будем здесь меня переполняет город за своих игроков хотя не все было идеально а вот делу фанта для меня этот успех результат большой работы самоотдачи но успех это еще и своеобразное путешествие работа самоотдачи усилия жертвы если вы отдаете всего себя то не никогда не потерпите неудачи ну вот говоря непосредственно про высказывание этих тренеров у обоих тренеров разный подход к вещам дешамп естественно говорит что все большое количество людей думали что франция будет полуфинале будет полуфинал даже видят финале эту команду но как тренер который возглавляет скажем не самые слабые команды в европе даже в мире могу сказать каждое достижение это стоит больших усилий можно занять первое место но сохранять это место стабильно будет очень сложно поэтому с этой точки зрения я с дешампом абсолютно согласен что да все думали но чтобы достичь это знаем только мы как это достигаем сколько труда мы туда в закулисье да вот да 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 это очень сложно но и завершением хотелось бы немножко пройтись по другому полуфиналу сборную нидерландов мы уже обсудили но есть еще сборной англии и вот мы с вами я помню пару лет назад в этой студии и меня хвалили работу салки а вот сейчас мы получаем какие-то негативные отзывы и учитывая вот то что у них в на групповом этапе был худший коэффициент в атаке биллингем не так хорош кроме этого удара через себя но забивает все-таки на игру но по момент чем проблема но сборной тут сейчас я бы не сказал бы надо искать проблему сборной англии какие бы у него проблемы не были команда в полуфинале команда которая не проиграла и команда которая забивает с игры проигрывая две игры 0 1 вырывают барверду обеду до в таких моментах говорить о проблемах я думаю неправильно да мы не видим здесь зрелищные игры даже я знаю в медиа обсуждался разговор доктора как кардиолог английского знаменитого мы здесь и футболисты будут так продолжать то уровень кортизола болельщика будет увеличиться и повышается риск сердечных заболеваний и даже на трансляции показывали спящих до болельщиков болельщиков которые засыпают под игру сборной англии но в конечном итоге зрели результат ездил до сага согласен что не подходит southgate начинал с этой командой и уже четвертый большой турнир я думаю что он сделал все выводы учитывая что и хорошую игру играли проигрывали и очень зрелищно играли тоже проигрывали сейчас я думаю что он более прагматично подходит к этому вопросу и футболисты уже выросли скажем так учитывая последние события когда по пенальти они все-таки без промаха прошли следующий этап учитывая что предыдущий турнир они по пенальти проиграли за финал это говорит о том что да команда работала над этим если бы сейчас они опять по пенальти проиграли сказали бы да команда вообще не видит своих промахов но в данном случае видно что команда в виде главного тренера они прогрессируют плохая игра но результат пока говорит другое и я думаю что англия еще не сыграла свою лучшую игру мы все знаем какие эти футболисты лучшего уровня листы премьер-лиги и самые дорогие футболисты но деньги на поле к счастью не играет играет футболисты и я думаю что эти футболисты еще скажут свое резкое слово была такая интересная зарисовка болельщик видимо выбегал на поле его стюарды несут на трибуну и написано что стюарды заставляет болельщика засмотреть досмотреть сборной были были много зарисовок и много есть видеоролика в сети вирусных которые скажем так мочи надо немного англичан задевает но при любом раскладе я думаю что англия минимум план выполнила как минимум роза медаль завоевал и сейчас у них стоит задача как-то выйти в финал а финале опять это будет выиграть та команда которая в эту секунду будет сильный не та которая весь чемпионат в ту секунду в ту минуту была на коне и выложилась полностью и кому больше по повезло на вызву на завершение прогноз на матч испании франция моя ставка победа 2-1 сборной испании я думаю что испанцы победят может более крупным счетом 3 1 ты даже 3 1 первен я тоже думаю что испанцы пройдут дальше финал выйдут они но французы тоже могут устроить сюрприз и показать свою лучшую игру нападение дополнительно опять таки да эти мы прекрасным футбол этим мы говорим свое на поле будут играть от другой на располагает спасибо что джангер очень приятно было пообщаться с вами спасибо что пришли снова спасибо за приглашение спасибо спасибо я напомню нашим гостям сегодня в студии был джангер гасан задать технический директор афа мой соведущий первен горчуя имена ахмедов спасибо большое спасибо смотрите дневники евро на телеканале себе все всем добро а